В эфире новости губернии, в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Символы 2016 года обосновались в Самарском зоопарке и уже отмечают свой праздник. Наши корреспонденты пообщались с экзотическими питомцами, убедились, у них все, как у людей, и узнали, что же на самом деле делает из обезьяны человека. Какие вузы могут стать опорными, как будет строиться система высшего образования в России, сегодня об этом шла речь в правительстве Самарской области. Ректорам рассказали, на кого в Москве будут делать ставку и как оказаться в числе сильнейших. Ольга Павловская продолжит тему. Подробно, честно и понятно, это совещание напоминает больше мастер-класс, инструкции к применению от заместителя председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны. Его задача сделать так, чтобы российские вузы были наравне с мировыми. Андрей Евгеньевич Волков рассказывает, система образования претерпит изменения. Скорее всего, она будет напоминать пирамиду. Наверху 10 исследовательских вузов, среди которых объединенный Самарский университет. Далее так называемые опорные. Они пока не сформированы, но скоро отбор начнется. На попадание в этот список претендует ряд вузов 63-го региона. Третья ступень – это узкопрофильные и те, которые несут социальную функцию. Никакой формальной схемы, что один опорный вуз и точка, нет. Сказать, что есть желание много опорных вузов создать в одном субъектной федерации, тоже нет. Требуется убеждение, аргументация и диалог. Он будет непростым, но принципиальных запретов на это нет. На совещании идет речь о том, какие ошибки ректоры допускают чаще всего. Опыт повышения конкурентоспособности вузов в России уже есть. Это, например, программа 5.100. В ней участвует СГАУ, ныне объединенный с ГОСАМ. Эксперт говорит, важны не только формальные показатели. Руководство университетов должны написать интересные программы. В апреле их предстоит на совет. Нужен новый взгляд на образование и его качество. Инновационная исследовательская политика, современная система управления. Этот залог успеха ректоры буквально записывают. Важность момента – понимают. Раньше теряли ученых, а сейчас теряли калантливых ребятишек. Эти Самары по 500-800 человек, ну по 500, скажем так, уезжали за рубеж учиться. Это не рядовые люди. В смысле, вот так вот, которые ни на что не способны. Ну, сейчас, правда, кривая. Тоже, как я сказал, в прошлом году, в этом году. 200 человек уехало. Оно было 470 буквально 3-4 года назад. Учитывать будут даже названия вуза. От этого много что зависит, говорит эксперт. Важно, и как будет позиционировать себя университет. Насильно записывать какую-либо позицию пирамиды не будут. Инициатива должна исходить от руководства учебных заведений и области. Мы тогда посчитали, что ведущие вузы, средний размер ведущего вуза, это 27 тысяч человек. Это не значит, что механически надо наращивать численность. Попроси нас Божиим. Но это значит, что крупные игроки будут получать крупные средства. Вот и вся логика. И там можно запустить интересные междисциплинарные исследования, привлечь серьезные деньги, вложить серьезные деньги. Ну, собственно, как и происходит в этих индустриях. Опорными вузами сделают те, которые наиболее конкурентоспособны. Эксперт сразу подчеркивает, он административным ресурсом не располагает. Помочь может только советам. У узкопрофильных вузов, по его мнению, нет, цитата, большой стратегической перспективы. Исследования и разработки сейчас на таких уровнях, что надо знать много дисциплин. Ряд российских вузов ради конкурентоспособности пошли на слияние. Сейчас уже понятна инициатива губернатора об объединении Аэрокоса и ГОСа в начале этого года была своевременна. Успели. Москва поддержала. Глава региона после выступления ГОСа говорит, за 5-10 лет у Самарской области есть шанс вернуть было и лидирующие позиции. За последние десятилетия регион по ряду позиций отстал от соседей. Вернуть мы сможем только через одно. Если мы сделаем очень современную, гибкую систему образования. Высшая, среднеспециальная у школы. Если мы это сделаем продуманным, эффективным, готовим людей для того, чтобы они на самом деле быстро давали отдачу. Они так подготовили, а он гуляет на рынке и не знает, чем заняться. И мы можем очень быстро двинуться и вернуть им только веру в лидирующие позиции области. Двигаться вперед должны не только ректоры, говорит губернатор, но и преподаватели, студенты. А результат зависит от всех. У вузов в три месяца на написание программы. Далее начнется выбор сильнейших. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Теперь со знаменем Самарское областное управление Федеральной службы судебных приставов. В день Конституции обрело свой флаг. Причем одним из первых в стране. Об итогах года говорили уже на встрече с губернатором. Обо всем подробнее в нашем материале. Знамя, учрежденное указом Владимира Владимировича Путина, передается в территориальные органы судебных приставов. Это официальный символ. С торжеством службу поздравляет и полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе. Самарская область – один из первых регионов, где прошла церемония. Знамя на российской земле – это абсолютная святыня. Это символ чести, мужества, знак доверия людям в погонах со стороны народа, со стороны общества, со стороны государства. И, безусловно, очень важно, что сегодня вам знамя вручаются в праздничный день, в день Конституции. О результатах работы и перспективах идет речь на встрече с главой региона. По ряду позиций Самарская область в числе лучших. В положительную динамику добавят и введение электронной автоматической системы на взыскание долгов с населения и юридических лиц. С 1 января будут образованы два специальных отдела. Сотрудники службы смогут завершить до 200 исполнительных производств. Ранее показатель 5 дел в день считался высоким. В области сократилось количество неплательщиков алиментов, повысились платежи по наложенным штрафам, растут и сборы по задолженности по транспортному налогу. На 19% пока мы сейчас идем выше, чем в прошлом году. Это дорожный фронт, дополнительный 320 миллионов рублей. Достаточно тоже существенной суммы. Это можно в городе Самаре сделать две улицы, ремонтировать. Глава региона обозначил, положительная динамика бесспорно есть, но двигаться еще есть куда. Ситуация экономически непростая, поэтому работать надо максимально эффективно. Сколько поступает в областной консолидированный бюджет? 1,5 миллиарда уже в этом году. Это раза в 3 меньше, чем Татарстан, да? По-моему, в 2 раза меньше, чем Нижний Новгород. Необходимо, говорит губернатор, активное взаимодействие между Федеральной службой судебных приставов и налоговой по тем направлениям, которые касаются непосредственно интересов государства. В Самарской области, говорит губернатор, есть отрасли, где можно собрать гораздо большие суммы. Вспомнили тех, кто не вернулся из боя. Сегодня в областном центре почтили память самарцев, погибших на Северном Кавказе. Ровно 21 год назад части 81-го гвардейского полка отправились штурмовать Грозный и восстанавливать в Чеченской республике конституционный порядок. Вместе с 131-й бригадой из Майкопа они первыми вошли в город и приняли на себя основной удар боевиков. 145 бойцов соединения погибли. Несмотря на всю тяжесть тех боев, которые были у нас, а мы были первые, и были, к сожалению, большие потери. Но полк все-таки задачу свою выполнил. И мы помним всех своих ребят, благодарим родителей и горды тем, что мы не посрамили честь невырубленных сил и честь российского солдата. К другим темам. Вращали землю и вспоминали, с чего все начиналось. Самарт отметил 85-летие. Солидный возраст, как повод собрать на сцене всю труппу. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Заслуженная артистка России Ольга Агапова празднует юбилей в юбилее. Самарту 85, и 25 из них – актриса на его сцене. Пока чувствую самые рабочие, чтобы все случилось, потому что работали в очень таком режиме. Много и спектаклей играли, и репетировать приходилось не так много, поэтому очень сильно волнуемся. Но, думаем, праздничное настроение у всех, и у зрителей, и снимет вот этот нервоз. В руках цветы и подарки. На юбилейный вечер Самарта пришли, кажется, самые преданные поклонники. Чтобы вновь приятно удивиться. Все 85 лет мы растим наш театр, наше детище, создавая его театром-семьей, театром-домом. В год не только 85-летия нашего театра, но и Великой Победы 70-летия мы решили посвятить вот наш юбилейный вечер еще и вот этой вот дате. Театрализованный концерт-спектакль «Мы вращаем землю». На сцене композиция из постановок Самарта. «Мамаша-кураж», «Бумбараж», «Опять цветет акация», а также фронтовые песни. В концерте задействована вся труппа театра. У меня такое ощущение, что Самарта был всегда. Потому что для меня это вот вся жизнь, начиная с детских лет, это спектакли, это там «Король-олень», потом «Байкот», а все-таки она вертится, потом уже более старший театр, потом я уже ребенка своего водил. И так у всех. Вся жизнь вокруг театра. Сами дети, внуки. В Самарте единственный из самарских театров, получивший национальную премию «Золотая маска». И на 1985 году труппы и главный режиссер открывают еще одну творческую страницу. Планируется создание еще одного зала. А это новые премьеры и продолжение сценических экспериментов. Мария Шпакова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. Они соединяют судьбы и создают семьи. Управление ЗАГС в этом году отметит 97-летие. Да, это хоть и не круглое, но за каждым годом работы и за каждой цифрой статистики истории, которые, как минимум, стоило бы придумать, не случись они на самом деле. Как раз о таких наш корреспондент Екатерина Алексеева. На работу, как на праздник, все 27 лет. Валентина Петровна – финансист по образованию, а в ЗАГС на работу. Устроилась, вспоминает, случайно. Сначала заведовала отделом в Советском районе, а позже возглавила и областное ведомство. В городе у нас, ну, например, Кобзон женился на Гурченко. Это Самарский ЗАГС. Вот на Хлебной площади знаменитость. А так-то... Ну, такие... Ну, историй очень много. Ну, просто с людьми разной ситуации. Приходят регистрироваться из зала, жениха ищут, а его не надо. Результат, оказывается, он зашел в магазин, там что-то украл, и уже милиция его задержала. Сама знаменитости не встречала и все же сменить профессию никогда не думала. На ее глазах появлялись семьи. В 80-летие Валентины Петровны совпало с профессиональным праздником. Мне посчастливилось с ней работать, потому что Валентина Петровна действительно удивительный, творческий, ну, необыкновенный человек. Тогда, когда мы с ней работали, в то время открывались ритуальные залы по торжественной регистрации новорожденных, обрядов бракосочетания. В ее время распахнул в своей двери дворец бракосочетания. Управлению ЗАГС в этом году 97 лет. В канун профессионального праздника во всех отделах пройдут праздничные мероприятия и поздравят тех, кто официально скрепляет сердца и соединяет судьбы. Екатерина Алексеева, Виктор Соколов. Новости губернии. В Самаре выбрали любимых фармацевтов. В конкурс объявил информационно-деловой портал 63 РУЗа. Участников целый месяц голосовали жители города. А сегодня самые народные аптекари получили заслуженные награды. Наша съемочная группа встретилась с профессионалами своего дела. В зале около сотни преданных своей работе фармацевтов. На вопрос, почему они выбрали именно ее, отвечают – хотят помогать людям. За высокий профессионализм награду получает Раиса Ивановна Василюк. Ее стаж – 45 лет. Вспоминает, в профессию ее привела дорога к школе. Каждый день она проходила мимо аптеки и подолгу стояла около окон, наблюдая за фармацевтами. Я каждого человека обслуживаю так, как будто бы я сама себе помогаю в тяжелую минуту. Очень часто приходят люди с благодарностью. Именно фармацевты помогают разобраться в многообразии препаратов. Информационный деловой портал 63 РУЗа подводит итоги конкурса «Мой любимый фармацевт». Проект организован при поддержке регионального Минздрава и Самарской областной фармацевтической ассоциации. Поддержать своего любимого аптекаря мог каждый житель региона. Нашим проектом мы решили две важные задачи. Первая и самая главная – мы дали возможность самарцам, пользователям сайта 63 РУ, оценить труд аптекарей и сказать спасибо, слова благодарности любимому фармацевту. В том числе мы хотим, чтобы наш проект помог поднять престиж профессии фармацевта в глазах горожан. Конкурсная комиссия отметила профессионализм сотрудников, также учитывалось личное видение специалистам, состояние и перспектив развития отрасли, мнение о роли профессии фармацевтов в здравоохранении и обществе. Татьяна Пудва, Александр Дудко, Новости губернии. Больше тысячи лампочек на гирлянде главной елки области. На площади Куйбышева установили и уже почти нарядили 24-метровый символ праздника. Когда все будет готово, какие еще сюрпризы готовят жителям города и легко ли создавать новогоднее настроение без снега? Мария Шпакова поинтересовалась. Представляете, звезда какая! Звезда какая! Бирлянды, вешай, будете! Шеститонная новогодняя красавица привлекает внимание прохожих внушительным размером. От основания до звезды 24 метра. Главная елка области постепенно приобретает праздничный вид. Символ Нового года украсят 28 свечей и гирлянда, на которой 1250 лампочек. Задействованы три единицы техники, автоподъемники. Работу выполняет 8 человек. В зависимости от количества автомобилей, длится работа 2-3 дня. По времени полный рабочий день. После установки новогодней иллюминации на елке появится около 600 новых игрушек. Традиционные новогодние шары. Синие, золотые и красные. Диаметр каждого до 20 сантиметров. Монтажные работы зимней красавицы на площади Куйбышева начались почти неделю назад. Но вмешалась погода. С учетом того, что во вторник была ситуация чрезвычайная, и было прислано уведомление о том, что нужно прекратить все высотные работы, работы были приостановлены. То есть на два дня мы не имели возможности работать в связи с погодными условиями. Поэтому монтаж осуществляется в очень сжатые сроки и достаточно оперативно. Когда появятся льдовые скульптуры, это тоже на усмотрение Небесной канцелярии. Но лед уже готовится в северных районах области. Главная елка Самары будет полностью готова к празднику уже в этот четверг. Зажжет огни на новогодней красавице сам Дед Мороз из Великого Устюга. И случится это 22 декабря. Мария Шмакова, Сергей Костин. Новости губернии. А замарский зоопарк пополнился тремя обитателями. Символы Нового года успели обжиться на новом месте буквально за пару недель. И теперь, в свой персональный праздник, Международный день обезьян, весьма дружелюбно встречают первых посетителей. О почти человеческой любви и не только Анастасия Суботина. Здесь восемь представителей совершенно разных видов мартышек. Трое из них прибыли не более двух недель назад. У каждого свой неповторимый характер и темперамент. Сотрудники Самарского зоопарка шутят. В различных ситуациях эти животные очень походят на людей. Вот, например, Джон. Ему 25 лет. По обезьянам меркам преклонный возраст. Два года назад овдовел и долго не мог смириться с потерей. Как по-человечески. Сидел в углу, отвернулся от нас. Несколько дней не ел, не играл с игрушками. Ну и с тех пор он стал вообще более грустным. То есть он, конечно, перенес эту утрату, но веселья уже такого у него нет сейчас. В Международный день обезьян зоопарк представил своим посетителям новую коллекцию приматов. Бурый капуцин, зеленая мартышка и белячий саймири. Все они молодого возраста. Скоро некоторые из них обзаведутся парой, кроме самого маленького. Ему еще потребуется пару лет для того, чтобы полностью созреть к семейной жизни. Зато к встрече с посетителями он уже вполне готов. Это двухлетний Саймон. Обезьянка очень добрая, общительная и спокойно сидит на руках. Благодаря своему покладистому характеру, белячий саймири скоро примет участие в акции зоопарка «Погладь меня». В этой акции также примут участие и другие мартышки, которые охотно идут на контакт. По поведению многих из них, кстати, уже можно сделать прогнозы, каким будет 2016 год. Глядя на них, не знаю, суетным, наверное. Потому что эти мелкие обезьяны, они очень суетные. На месте они не сидят. Все желающие могут прийти и посмотреть на редких экзотических питомцев. Если повезет, даже погладить и покормить понравившуюся обезьянку. Анастасия Субботина, Егор Майоров, Новости губернии. И на этом все новости. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спешите! Только с 7 по 20 декабря. В ДК «Металлург» фабрика «Меха» проводит неделю сказочных скидок на шубы из норки и мутона. ДК «Металлург» первый этаж. Во вторник в Самарской области пасмурно, возможен снег. На севере и западе региона днем температура воздуха составит 0-3 градуса. На востоке и юге от минус 2 до плюс 1. В Самаре и Тольятти в дневные часы 1 градус ниже 0. Ночью характер погоды существенно меняться не будет. Ветер юго-восточный со скоростью до 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова